Гомельские ведомости 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 называла Саша, Женя, Петя. Для нас, для меня, дядя Саша, дядя Петя, дядя Женя, это были близкие люди. То есть первое знакомство с Лизяковыми состоялось как знакомство прежде всего с родными людьми, прежде всего. Но потом, наверное, по мере взросления, по мере приобретения какого-то опыта, эти люди стали открываться в тех своих ипостасях, которые действительно сделали их знаменитыми, выдающимися героями Великой Отечественной войны. И в последние годы, когда стали доступными многие архивные материалы, прежде закрытые, масштаб этих людей, и в первую очередь Александра Ильича Рязякова, стал еще более явственным, он значительно возрос. И вклад Александра Рязякова в спасение Москвы, в оборону Воронежа, все это сейчас не просто является достоянием и историков, и общественности, но это получило высокую оценку на высшем государственном уровне в Российской Федерации. Общеизвестный факт. В прошлом году президент России Владимир Ильич Путин подписал указ о посмертном награждении Александра Ильича Рязякова российским современным полководческим орденом Жукова, и таким образом отметил вклад Александра Ильича в стратегические победы Красной Армии. А это, конечно же, прежде всего, защита Москвы, и, безусловно, это жертвенный подвиг танкистов Рязякова под Воронежем. Это жертвенный подвиг, без которого, наверное, в Сталинграде Красной Армии нашему отечеству пришлось бы еще сложнее. Поэтому, безусловно, сейчас мы воздаем дань памяти конкретным людям, положившим жизнь за отечество, и, безусловно, выдающимся сынам отечества. Потому что, с одной стороны, должен заметить, и, может быть, не всегда это осознают, что вообще вот такое посмертное награждение полководческим орденом человека, который еще при жизни, в первые недели Великой Отечественной войны, был достоин звания Героя Советского Союза, Александр Ильич Рязяков получил это звание 5 августа 1941 года, это явление уникальное. И я боюсь ошибиться, но, наверное, не ошибусь, если скажу, что такое происходит впервые. И впервые именно так отмечен вклад в победу человека, который по рождению является, ну, сейчас, можно сказать, представителем уже другого суверенного государства, Республики Беларусь. Во всяком случае, мне другие подобные примеры неизвестны. И не потому, что во мне живы родственные чувства, а просто потому, что мне довелось заниматься исследованием боевого пути братьев Лизяковых профессионально. Я могу сказать, что, если мы говорим о полководцах, выдающихся полководцах Великой Отечественной войны, то в Белоруссии равного Александру Лизякову нет. Я не говорю о том, что, скажем, на белорусской земле еще в предвоенные годы служили и Катуков, и Жуков, будущий маршал Победы, и Черняковский. Доска установлена у нас на доме, в котором он жил. Это все было. Но если мы говорим о том, кто родился на белорусской земле, родился в нашем городе Гомеле, то полководца равного Александру Лизякову, в частности, не было. И этим нужно гордиться. И здесь, наверное, родственное чувство играет не самую главную, не самую определяющую роль. А то, что эти исследования действительно были приняты и очень поддержаны, достойно, высоко поддержаны научной общественностью, говорит тот факт, что вашему покорному слуге была оказана высокая честь быть избранным профессором Академии военных наук России. Именно по результатам научных трудов, посвященных подвигу Александра Ильича Лизюкова. Иван, если мы вернемся к знаку, вы знали, как вообще идет этот процесс? То есть в научной сфере, понятно, вы этим занимались, вы этим жили, и где-то, наверное, родственные чувства и помогали, наверное, вот это понимать. А вот по поводу вот этого памятного знака. Что касается памятного знака, то сама идея возникла очень давно. И я сейчас с благодарностью вспоминаю тех гомельчан, знаменитых, наших почетных граждан города Гомеля, Сергея Павловича Купцова, Софью Васильевну Осипкову, многих других, кого просто не могу сейчас назвать, просто не представляется возможным всех перечислить. Но тогда еще живших, здравствовавших ветеранов, великоотечественных фронтовиков, партизан и подпольщиков, которые эту идею вынашивали очень давно и эту идею пытались воплотить. Но в силу разных причин не сложилось. Должен сказать, что сама эта идея прорабатывалась на протяжении нескольких последних лет. И я думаю, что такое серьезное основательное отношение к возведению памятного знака оправдано и понятно, потому что это очень серьезный ответственный выбор, это очень серьезное ответственное решение. И мне, конечно же, очень приятно, и по-человечески, конечно, и наша семья благодарны, безграничны. Владимиру Андреевичу Дворнику, который был, принимая решение, председателем Гомельского облсполкома, Петру Алексеевичу Никериченко, который на протяжении нескольких лет занимался этим вопросом, и должен сказать, именно Петру Алексеевич в 2013 году, в январе, подписал договор о сотрудничестве Гомеля и Воронежа именно на основе общей памяти. А сейчас, даст Бог, в рамках юбилейных торжеств будет подписан договор уже о побратимстве между Гомелем и Воронежем. Поэтому память, эта память очень живая, и такой она и должна быть прежде всего. Так что вопрос прорабатывался очень-очень основательно. Вы видели проект, вообще вот этот план, схему? Да, проект мы видели. Нам скульптор Валерий Андреевич Кондратенко, известный мастер, который военную тему воспринимает не только профессионально, как художник с огромным-огромным опытом, но и как человек, который сам вырос в семье военных людей. И он относится к тому поколению, в котором эта память никогда не угасала, она всегда живет, и она очень остро существует. И, конечно, нас знакомили с макетом памятника, с эскизом, вот, и мы поддержали, одобрили эту концепцию. Хотя, конечно же, в таких вопросах главное слово остается за профессионалами, за автором. Художественный совет, областной художественный совет, прежде всего, это его прерогатива, он рассматривал очень тщательно, очень скрупулезно представленный макет. И здесь наши мнения, наши взгляды, конечно же, совпали, что тоже очень радует. Ну, вы вообще здесь потом бывали, вот на этом месте, где сейчас идет подготовка к установке памятника? Вы знаете, я честно скажу, что вот на машине, мимо, на автомобиле проезжал, конечно, всякий раз, чуть ли не ежедневно смотрел, как разворачивается работа, испытывал трепет, волнение. Но, честно признаюсь, вот так, вблизи, эту работу я могу увидеть, могу за ней наблюдать только сейчас. Потому что что-то внутри сдерживало меня, да, вот, мне казалось, что, ну, нужно проявить какой-то такт. И что-то, вы знаете, такое сакральное было во всем этом действии, что не позволяло к нему просто подойти с каким-то обычным житейским, обыденным любопытством. Хотя, конечно, чувство, которое во мне живет и в наших близких, любопытством не назовешь, но что-то сдерживало от того, чтобы приблизиться к этому месту так, как благодаря вам я приблизился сейчас. И за это вам тоже большое спасибо. И последний вопрос, вот, с какими чувствами вы вообще придете на открытие? Вот как-то вот вы об этом думали? Вы знаете, наверное, когда начинаешь думать о чувствах, чувства исчезают. Чувства – это то, что переживаешь в ту минуту, когда ты эти чувства испытываешь. Да. Вы знаете, в нашей семье, в истории нашей семьи в последние годы происходили такие важные события, связанные с памятью о минувшей войне, которые трудно было бы предположить. И какие чувства при этом могли бы возникнуть, нельзя было даже помыслить. Но это и, конечно, прощание с Александром Ильичем, чей прах был обретен спустя 66 лет после гибели. Это награждение орденом Жукова. Это великая честь принять эту награду, которую нашей семье по поручению президента России передал Алексей Васильевич Гордеев, тогда полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Многие годы губернатор Воронежской области, который очень многое сделал для увековечения памяти Лизякова. И в этом памятном знаке большой вклад и Алексея Васильевича Гордеева. Сейчас он вице-премьер-профессор Российской Федерации. И, наконец, решение о возведении памятного знака, столь монументального, столь величественного. Все это сопровождается какими-то чувствами, которые трудно даже описать. Но когда будет открыт памятник, когда мы увидим героев в полный рост, тогда, наверное, испытаем то, что сейчас я проговорить просто не могу. Но я, конечно, думаю над тем, что я мог бы сказать, если бы такая возможность у меня была, в этот очень важный момент, который объединит не только родственников, который должен объединить всех, потому что у памяти должно быть, у героев, у памяти о Великой Отечественной войне, у героев Отечества должны быть имена. И вот, пользуясь случаем, если вы мне позволите еще два слова сказать, я хотел бы призвать всех позаботиться о семейной памяти, о героях Великой Отечественной войны. Потому что герой каждый, кто выдержал эти испытания. И даже младенец, который наперекор обстоятельствам тогда выжил, и сейчас мы таких людей называем детьми войны, он тоже внес свой вклад в победу, потому что это была борьба со смертью во имя жизни. И если жизнь сохранилась, жизнь этих тогда еще несмышленышей, значит, и они существовали уже тогда не напрасно, они вносили свой вклад в победу. Поэтому большая просьба ко всем, кто меня услышит, может быть, подумайте, пожалуйста, позаботьтесь о вашей семейной памяти, запишите то, что вы еще помните, восстановите то, что, может быть, еще может быть восстановлено. Это очень важная работа. И это даже не работа для кого-то, для чего-то. Это работа сердца, работа души, потому что если мы действительно не скажем о своих близких, об их подвигах, то будет совершенно несправедлив вот этот героический жертвенный путь поколения забыт, а эти люди заслужили вечной памяти, а не забвения. Поэтому если такие материалы будут, и вы хотите, чтобы они не были потеряны, и чтобы о них знали еще, пожалуйста, вращайтесь, вот, например, в наш Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, в культурно-просветительский центр памяти о Великой Отечественной войне, патриотика, который создан мною в 13-м году, который существует при кафедре русской мировой литературы, мы очень рады таким гостям, очень рады таким единомышленникам, и вместе мы можем сделать очень-очень многое. А, конечно же, памятный знак братьям Людиковым, это будет памятник всем братьям, которые жизнь положили за Отечество, всем сестрам. Сама идея Отечественной войны, она выражена в истории создания этого памятного знака, потому что без человеческой солидарности, без отеческого отношения к этому делу, все то, что, даст Бог, достойно завершится 3 июля, в день 73-й освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, просто бы не состоялось. Это такое соответствие высокого смысла отечественного, защиты Отечественной войны, мы же говорим Великая Отечественная война, и отечественного, отеческого отношения к памяти, что, в общем-то, памятный знак будет символом и этого единения тоже. Спасибо. Гомельские ведомости продолжают челлендж «Гомель помнит подвиг».